Так как тогда объединить все, что мы перечислили с этим хадисом, в котором Пророк Саусам сказал Проклят этот мир и проклято то, что в нем. Есть один хадис, который нам дает понимание, это слова Пророк Саусам Прекрасно благое имущество для праведного человека. Весь вопрос, Барак Луфикум, это вопрос, чего правильно расставлять приоритеты. Заниматься мирским ради религии, заниматься, у тебя так, либо человек занимается мирским ради мирского, занимается мирским ради мирского, вот этот человек, Барак Луфикум, попадает под этот хадис. Если же человек занимается мирским ради религии, то человек, который слышит аят, я создал джинов у людей только для того, чтобы они мне поклонились, и понимает, что Всевышний Аллах создал его для поклонения, мирские блага для него будут средством выполнения вот этой его цели, из-за которой он создал. Понятно, да? Тот же человек, который сделал из денег цель, братья, он забудет эту цель, из-за которой был создан, и будет стремиться к той цели, которую он себе поставил. Поэтому если человек, сколько бы он не занимался мирским, мирскими науками и так далее, ну его цель это религии, его цель это религия, братья, его цель это поклонение одному Всевышнему Аллаху, те деньги, которые он заработает, он на них смотрит, как на вещь, которая его приближает Всевышнему Аллаху. Он когда берет деньги, он смотрит, что я могу сегодня сделать с этой пачкой денег, так, чтобы Аллах был доволен каждую копейку, которую я сегодня расходую. То есть это не обязательно, не понимает засадок и так далее. Вплоть до расхода на себя он идет, покупает себе еду, и вспомнил ей сходи, где Проксал сказал, что человек, который расходует на себя с намерением садока, это садока. Расходует на свою семью, на свою жену с намерением садока, это садока, братья. Человек, который берет эту еду, братья, кушает, и потом покупает себе какое-то вкусное очень блюдо и благодарит Всевышнего Аллаха, то есть это средство, правильно или нет, понимает, что это милость от Всевышнего Аллаха и относится к этому, то есть будет благодарным и так далее. Это тот человек, который цель, у которого что религия, а дуния это всего лишь средство. Если же он сделал себе с целью деньги, то, соответственно, деньги тоже будут средство, к чему, к цели, и будет проклято. И страшнее всего, братья, самое страшное, кто-то хуже этого положения, это кто? Кто делает религию, братья, средством для достижения дуния. И как много в наше время таких людей, кто использует религию, чтобы добиться чего? Дуния. То есть если человек дунию использует, чтобы добиться дуния, он проклят. А что сказать о том человеке, который использует религию, чтобы добиться чего? Дуния. Чтобы желает славы, желает заработать, желает почеты и так далее и тому подобное. Еще об этом будем говорить. Дальше будут у нас хадисы на эту тему.